Добрый день! Сегодня мы с вами будем делать цветы, которые называются колокольчики. Это очень красивые цветы. И выберем мы для них на желатининный шифон. Рецепт желатиния. Две чайные ложки на стакан воды. За желатининный шифон мы берем двух цветов. Я не беру такие цвета, которые в реальности колокольчики, где-то, наверное, такие вот фиолетового цвета. Но я хочу, чтобы они у меня были вот такого нежного желтого. А для листиков я беру вот такой нежно-зеленый цвет. Что касается выкроек. Выкроек колокольчиков вот какие они могут быть. То есть здесь даны по два вида. Вот больших, средних и маленьких. Из этой выкройки я вот взяла и сделала картонные шаблоны. И вырезать каждый колокольчик мы будем с вами выжигателем. Почему? Потому что тут очень много таких резных деталей. И поэтому, когда мы будем вырезать ножницами, край может махриться. Вне зависимости от того, что он все-таки нажелатининен. Во время обработки он у нас может все равно какие-то махры давать. Поэтому мы будем это делать выжигателем. Кроме этого, нам понадобятся листики. Листики у колокольчика такие длинненькие. Ну, это можно даже вот без выкройки их делать. Вот такие и подлесники. Вот этот вот подлесник не от колокольчика, но в принципе вот он, вот эта выкройка, она вполне подойдет под... Сделать подлесник под колокольчик. Мы его можем просто немножко вот кончики уменьшить. Итак, сейчас будем заниматься тем, что мы будем выжигать наши сами колокольчики. Берем шаблон. У меня тут немножечко вот край. Вот, смотрите, будем обязательно, нам надо колокольчики делать не прямо по долевой, а по косой. То есть вот так вот, по косой линии, чтобы они шли вот этот центр. Каждый колокольчик будем вырезать отдельно. Выжигателем работать очень легко. И если вы еще не умеете это делать, то научиться это очень легко. Вот у нас одна выкройка готова. Сразу же, вот один колокольчик, а одна выкройка. Мы сразу же это откладываем в выкройки. Они нам больше потом не понадобятся. У нас всего будет 7 цветочков. Потому что все выкройки, они разные. И поэтому сделаем, как у кетти колокольчиков. Вот она у нас, второй колокольчик. Опять выкройку откладываем. Берем третий, опять же кладем по косой. И таким же образом дальше его выжигаем. Вот у нас здесь всего 6 выкроек. Но так как нам надо, в принципе, чтобы, как правило, букетик-то состоит из нечетного количества цветочков, поэтому последний, седьмой, мы будем делать с вами бутончик. Но это уже в самом конце. Бутончик, в принципе, делается точно так же, как и обычно вот у розочек. Так, и осталось нам всего два... Вот этот, давайте сюда, давайте. Всего два цветочка. Размеры они у нас будут разные. И выкройки разные. И последняя. Последняя выкройка. Шаблончик. И все. И приступим к следующему этапу. Все. Выкройки у нас колокольчиков готовы. Сразу же ткань мы убираем. Теперь делаем несколько листиков. Я вам сразу скажу, что листики, которые мы делаем, опять-таки, их надо делать по косой. И мы их не будем под них подклеивать литон. Мы их просто будем подклеивать к стебелечку. Немножко их обработаем. Одинарным ножом по центру и приклеим к стебелечку. Обычным клеевым пистолетом. Ну, таких, я не знаю, но... Давайте сделаем штук пять, наверное, листочков. Подобных. Потому что мало тоже плохо. Так, три. Три есть. Четыре. Видите, как быстро? Практически прям вот мгновенно. И выжигателем, почему хорошо работать, потому что он сразу сваривает кончик ткани. И не надо его обжигать, как многие делают. Ну, давайте еще один, два, три, четыре, пять. Давайте еще сделаем. И надо его на свечке обжигать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмое, быстренько еще сделаем. На всякий случай. Что потом, вдруг нам бывает так, что вот хочется добавить что-нибудь, ну, неполный букет и хочется еще добавить. Поэтому, вот, пусть лучше будет больше сделано. Так, все. Детали у нас для вырезаны. Вот что у нас получилось. Листья и сами, сами основные колокольчики. Теперь я включаю выжигатель. У меня это тоже надо какое-то время. И займемся с вами, как приготовлю, тут рядом положу одинарный нож. И теперь мы с вами займемся центральной части. В центральной части у нас должна быть, прежде всего, литоны. Ну, вот, как делать литоны. У меня есть мастер-класс. Но все же, я вот, кто первый раз смотрит, я покажу. Берем обычную проволоку длиной где-то сантиметров, ну, максимум 15. Берем клей ПВА, намазываем литон, берем гофробумагу, прикладываем ее под углом и обматываем полностью весь, всю нашу проволоку. Вот. Сейчас я закрою немножко клей. Так, вот, еще раз прокручиваем. И вот наш литон готов. Теперь нам надо сделать, каждый колокольчик у нас будет сидеть внутри его тычинки. На каждый колокольчик идет три тычинки. Тычинки я вырезала из упаковки, из, вот, флористической упаковки, от букета. Такая у меня была сеточка. Я вот из нее выдернула. Такие вот тычинки, они достаточно подойдут под тычинки, скажем, такие нити, какие-то синтетические. Как делать тычинки, сейчас опять покажу. Вот у нас крашеная манка, вот у нас клей ПВА. Мы слегка в клее мочим, смачиваем кончики наших вот этих приготовленных нитей и опускаем, и опускаем в накрашенную манку. Вот, все. Теперь наши тычинки должны высохнуть. Мы их положим сохнуть. Сейчас я манку тут же закрываю. Я уже приготовила тычинки, поэтому эти пусть сохнут. Я просто для вас показала. А я теперь покажу. Вот у меня еще заготовлены стебелечки для каждого колокольчика. И вот такие у меня еще получились тычинки. Я беру три тычинки. Сейчас покажу. Будем сейчас на одном колокольчике учиться. Два. Три тычинки. Берем. Берем. Берем три тычинки. Берем. Вот так немножко наш литон. И немножко, немножко вот так вот обкручиваем их. Вот так слегка и кончик вниз. Лишнее здесь вот можно немножко хвостики вот эти. Либо убрать, либо их еще вот так согнуть. Вот так, наверное, мы их согнем. Потому что нам надо, чтобы вот здесь немножко у нас было объемно. Теперь берем наш клей, немножко смачиваем вот хвостик вот этот. Берем опять гофробумагу зеленую и обкручиваем гофробумагой. Вот центр должен у нас быть вот такой. Вот, то есть под каждый, под каждый цветочек мы должны сделать вот такую заготовку. И на основании этой заготовки у нас будет собираться, собираться в дальнейшем весь цветок. Вот он. Так, теперь серединку цветка мы отложим. Второночку. И теперь займемся обработкой наших основных цветов. Так, для этого мы берем ткань нашу. Так, берем наши лепесточки. Будем работать одинарным ножом. Каким образом это делается? Так, во-первых, давайте сначала обработаем. Легче всего обрабатывать листья. Листья будем обрабатывать только по центру. В общем-то, нам, наверное, этого хватит. Сейчас я посмотрю, как они лягут. Как они будут, насколько они хороши будут смотреться. Хорошо. Если не понравится, можно будет еще по краям их обработать. Так, для этого вот мы подогреваем одинарный нож. Я не знаю, насколько он тут подогрелся. Сейчас посмотрим. И по центру, прямо по центру, мы проводим одинарным ножом. Вот так. Ну, я могу сказать, что немножко не... Еще бы чуть-чуть нагрелся. Вот. Так уже лучше. Вот у нас такой лепесток получился. В принципе, больше здесь ничего не требуется. Мы его вот здесь вот скрепим, склеим. И потом подклеим под стебелек. Под литончик. Вот. Точно так же мы обработаем все остальные листики. Это делается очень легко. Проходим просто одинарным ножом. Оп. Вот. Хватит. Видите, немножко сам по себе. Так как выкроен он по косой. Поэтому он, видите, как у нас... Он хорошо у нас загибается. Именно так, как надо. Вот. Такой немножко кривой получается. Вот. И последние два. Видите, как легко и быстро. Так, все листочки мы с вами подготовили. Теперь беремся за цветы. Цветы. Каким образом мы обрабатываем цветы? Вот. Я думаю, что лучше все-таки немножко их вот вовнутрь чуточку подрезать. Чуть-чуть. Вовнутрь, но миллиметра максимум три. Сейчас я так сделаю. Это вот большие. Чуть-чуть прям. Чтобы они лучше загибались. Вот. Чуточку подрезали. То же самое здесь. Вот она... Чем меньше, тем меньше подрезаем. На этом прям совсем по миллиметрику можно отрезать. Вот. Теперь берем динарный нож. И сначала проводим вот так. Вот в месте разреза до... Почти до края. Не доходя где-то миллиметра два, наверное, три. Максимум пять вот отсюда. Идем вот по центру. По лицевой. А теперь... Вот от кончика лепестка опять же туда. Вот так. Вот так. Вот таким образом он должен получиться. Вот. То же самое. То же самое мы делаем и с другими. То есть сначала от краюшек. Так. Теперь по центру, ну, по краю, по кончикам лепестков. И оставшиеся цветочки делаем так. Здесь ничего сложного нет. Это еще не полностью. Это еще не все, что мы должны сделать. Так. И от краю каждого лепестка к срединке. Как только таким образом мы последние сейчас вот... обработаем колокольчики. Мы будем работать с вами булькой. Так.